и что теперь будете делать просить чтобы нет я имею ввиду чтобы не что не чтобы не устанавливать и теперь будем просить чтобы все снять к чертям собачьих кроме глонас который требуется по закону всю бегущую строку все валидаторы все звуковое сопровождение все убрать с автобусов вот и все это то на чем я буду сейчас наставить меня не послушали я думаю вот это должно быть сигналом потому что это далеко не самый худший автобус и самое парадоксальное когда пишут в курьерах тогда на комментариях и в онлайне о том что люди выпадывают из автобусов вот из этих никто не выпадает но это не старые автобусы как не старый этому 10 лет но это не говорит о том что он плохом состоянии у нас технический осмотр происходит постоянно через каждые 15 тысяч километров мы сократили вот этот разрыв по километражу мы его даже уменьшили чтобы в т.о.2 вписываться у нас сейчас тихо смотрят т.о.2 проходит гораздо чаще чем на других предприятиях поэтому говорить о том что за автобусами никто не смотрит ну честно говоря просто обидно кто у нас самый умный пусть придет и посмотрит как они ремонтируют несколько денег валивается на ремонт парка этот автобус уже два срока проехал срок амортизации автобуса 5-7 лет у нас аврора аврора с 5-го года сколько лет автобус по 13 лет сколько сроков они уже прошли по два срока с целым елена викторовна а насколько вот нанесен ущерб и насколько это скажется вот на пассажир ущерб здесь в плане материального немного потому что вот этот автобус списан полностью него балансовая стоимость нулевая естественно мы сейчас будем находить резервные средства где-то будем но естественно у нас будет сложная ситуация но тем не менее я понимаю что нам нужно и дачи закрывать и эти автобусы мы как раз планировали поставить на дачу 611 у нас по единичке очень хорошо работал китайцы по водозабору у него вместимость 105 человек естественно будем сейчас находить деньги вполне возможно будем брать кредит для того чтобы покупать автобусы до бушные но тем не менее потому что дачи мы в том числе должны людей мы естественно не оставим без перевозки в основном салон слава богу что и двигатель целый у одного и у второго и коробка и мосты ну а заменить получится то есть снять вот этот верх не будем мы сейчас просто поставим вопрос о том чтобы нам это реализовать и на реализованные агрегаты на сумму купить хотя бы бушные позиции ну типа разобрать на запчасти то что осталось поэтому мы уже варианты смотрим уже в принципе решение есть просто я говорю это вот такие решения по установке доп. оборудования они приводят вот к этому как раз я считаю что когда мы принимаем решение нужно иногда прислушиваться к умению руководителей наших людей которые у нас автоэлитники есть которые тоже говорят что проводка может не выдержать как валидаторы цепляли когда включает зажигание и отключается валидатор но это же тоже о чем-то говорит потом приезжали переделывали это риск не потому что бороздина боится черного нала а потому что как раз таки боится за то что вот может произойти именно вот это и для меня терминалы например сбербанка не так опасно они вот через прикуриватель подключились их можно в любой момент выдержать пожалуйста безналичная форма оплаты я боюсь всего что может не выдержать сеть портовая вот и все ну это хорошо что еще в гараже случилось но условно хорошо да если бы это произошло не знаю на рейсе заглушили это не так страшно вот в стоянке да плюс вот этот рядом стоящий автобус ну естественно затымление у нас здесь и пожарная сигнализация все и камеры видеонаблюдения все выведены из строя сейчас это надо будет и крышу ремонтировать да а а а а а а а и